На этой неделе в городе обсуждают не только характерные для этого времени года грипп и ОРВИ. В Новосибирске всплеск заболеваемости корью. С каждым днем число инфицированных растет. В советское время об этом заболевании почти не вспоминали благодаря поголовной вакцинации. Где и почему произошла вспышка кори, разбирался Владимир Киселев. Очаг эпидемии кори находится именно здесь, в 197-й школе. В начале февраля заболел один ребенок, а дальше цепная реакция. К концу февраля количество подхвативших инфекцию по всему Новосибирску превысило полсотни человек. Вирус поразил в основном детей. Все заболевшие ранее были не привиты против кори. Сейчас они связаны с одной группой населения, скажем так, религиозное общество. Проводится определенный комплекс противоэпидемических мероприятий, как эпидемиологами, так и Министерством здравоохранения. Какое именно религиозное сообщество объявило бойкот вакцинации, неизвестно. Однако медики заявляют, среди родителей есть немало противников прививок. Одни считают, что организм ребенка должен сам вырабатывать иммунитет. Другие уверены, прививки сами по себе опасны для здоровья. Противопоказания для вакцинации действительно есть. Ребенок должен быть абсолютно здоров. Предварительно должны быть сданы анализы общеклинические. Согласовано, если есть наличие каких-то хронических заболеваний, согласовано с узким специалистом. И при наличии разрешения от всех специалистов и хороших анализов общеклинических, вакцинация совершенно безопасна. Миф о вреде вакцинации пытается развеять доктор биологических наук Сергей Нетесов. По словам профессора НГУ, ложные данные об осложнениях после прививок обнародовал один из британских врачей еще в 1998 году. Тогда публикация не нашла подтверждения, а доктора лишили медицинской лицензии пожизненно. Однако люди отказываются от прививок до сих пор. Все знают первую часть истории, что она публиковала эту статью в журнале «Ланцет» в 1998 году. Но очень мало людей, только специалисты знают ее конец. А конец-то ее вот такой. Историю надо воспринимать целиком. Дело в том, что именно точку-то поставил главный медицинский совет в ней. А сейчас у нас до сих пор идут разговоры. А вот она вызывает аутизм, и это доказано, и все такое прочее. Ничего этого не доказано. Но даже после вакцинации есть вероятность подхватить инфекцию. Ту же корь. Но в этом случае заболевание будет протекать в легкой форме без осложнений, таких как потеря слуха и менингит. При обнаружении симптомов – повышении температуры, кашля, появлении характерной сыпи на теле и лице – инфицированным советуют избежать походов на работу, в школу и детский сад и обратиться к врачам. Они являются даже в инкубационном периоде, не говоря уже об устром, разносчиками инфекции. Соответственно, для того, чтобы уберечь тех, с кем они работают, или тем, с кем они могут соприкоснуться при движении на работу, то лучше остаться дома. Потому что, естественно, они являются источником повышенной опасности. Сегодня в 197-й школе карантин, но обучение продолжается. Дети, заболевшие первыми, уже ходят на занятия. От учебы отстранены лишь те школьники, чьи родители отказались от вакцинации. Из тысячи учащихся 10 детей получают задания преподавателей через интернет. У нас первый карантин был до 20 февраля. И так как был повторный случай заболевания того ребенка, который сделал прививку, но, однако, заболел, потому что, видимо, поздно ее сделали, мы тоже теперь продлили карантин до 9 марта. Несмотря на всю серьезность последствий заболевания корью, противников вакцинации много. По официальным данным, из 700 новосибирцев, которые контактировали с больными, 400 прививки так и не сделали. Повторная вспышка инфекции и усугубление ситуации возможно. Владимир Киселев, Денис Савинский, Данил Смирнов. Новосибирская неделя.